Всем привет, друзья! Это пятая серия из цикла видео «Android LeakBez». В этой серии мы поговорим о том, что такое ADB, зачем оно нужно и как это активировать на вашем Android телефоне. Для начала кратенько поговорим, что такое ADB. ADB расшифровывается как Android Debug Bridge, то есть отладочный мост Android. ADB был создан для того, чтобы происходила коммуникация между вашим Android телефоном и компьютером в обход тач интерфейса, то есть посредством команд на компьютере. С помощью ADB команд можно перекидывать файлы как с компьютера на телефон, так и с телефона на компьютер, устанавливать приложение через компьютер на телефон, но в основном ADB, конечно же, используют для того, чтобы установить кастомный загрузчик, чтобы потом устанавливать какие-то кастомные прошивки либо получать root-права. Я хочу показать, откуда нужно брать файлы, то есть из каких сайтов первоисточников, потому что если почитать многие статьи в интернете, то есть как активировать ADB обычно, скидывают ссылки на скачивание, но бывает, что версии могут устаревать, а если вы это видео смотрите через год-два, вам нужно будет скачать обновленные версии программы, поэтому я просто покажу сайты, на какие нужно зайти и скачать необходимые программы, чтобы у вас не было потом с этим проблем. Также покажу, что нужно сделать на самом телефоне, чтобы активировать отладку по USB, то есть ADB и для наглядности продемонстрирую несколько команд. Собственно, давайте начинать. Итак, для начала нам нужно скачать папку Platform Tools. Ее первоисточником является официальный сайт разработки Android. Здесь можно скачать Platform Tools как для Windows, так и для Mac, так и для Linux. Нажимаете на необходимую платформу, подтверждаете пользовательское соглашение и скачиваете необходимую вам папку. Все довольно просто. Далее нам необходимо скачать утилиту, которая установит ADB драйвера автоматически, чтобы нам не приходилось устанавливать их вручную. Их можно скачать на форме XDA Developers. Существует несколько версий, например, версия 1.4.3 является самой последней и оптимальной для большинства компьютеров, но если что-то идет не так, то скачивайте версию 1.3 и пробуйте ее. Она должна работать корректно. Однако иногда случается такое, что утилита ADB Setup некорректно работает на некоторых компьютерах, поэтому я приложил инструкцию с пошаговыми шагами, что нужно сделать для того, чтобы вручную установить ADB драйвера на ваш компьютер. Также помимо пошаговой инструкции по установке ADB драйверов вручную, на своем Google диске я оставлю две утилиты ADB Setup на тот случай, если они вдруг каким-то образом пропадут с сайта XDA Developers, потому что они поддерживаются энтузиастами. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании. Итак, после того как вы скачали необходимые файлы с моего Google диска либо сайта первоисточников, а конкретно папочку Platform Tools и ADB Setup, нам нужно скопировать папочку Platform Tools и вставить ее на диск C. После того как мы перенесли эту папку на диск C, нам нужно будет ее переименовать в ADB. Теперь переходим к телефону, нам нужно будет зайти в настройки и найти пункт с защитой телефона, заходим сюда и полностью отключаем любую блокировку телефона, чтобы не было ни пароля, ни пин кода, ничего. Теперь заходим в настройки системы и находим пункт для разработчиков, кто не знает как это активировать, смотрите предыдущий выпуск Android LickBest. В настройках для разработчиков находим пункт отладка по USB и активируем его. Теперь нам нужно подключить телефон к компьютеру, желательно через оригинальный провод USB. Далее заходим в настройки соединения USB и активируем пункт передачи файлов на разных версиях Android, потому что выглядит по разному. Ждем пару секунд, отсоединяем телефон от компьютера и снова подсоединяем, но на этот раз нам уже не нужно менять никакие настройки подсоединения USB и нужно чтобы осталось все, как есть, то есть зарядка этого устройства. Далее нам нужно будет установить ADB драйвера на компьютер через утилиту ADB Installer, если с версии 1.4 возникают какие-то проблемы, попробуйте версию 1.3, но если возникают проблемы с обеими версиями, в Google диске я оставил пошаговую инструкцию, как установить ADB драйвера на компьютер вручную. Итак, мы выполнили все основные пункты, теперь заходим в папочку ADB на диске C, зажимаем клавишу Shift и вызываем окно PowerShell для исполнения ADB команд. Также альтернативу окну PowerShell можно в Windows 10 в проводнике ввести команду CMD и также вызвать окошечко, через которое можно исполнять команды ADB. Для того, чтобы полностью закончить установку ADB, копируем команду ADB Devices и вставляем ее в окошке PowerShell. После того, как мы ее активируем, на телефоне выскочит окошко с отладкой по USB, клаксами на то, чтобы всегда разрешать отладку с этого компьютера. Теперь отладка закончилась, вводим команду еще раз и видим, что телефон распознается компьютером. Для примера, давайте выполним пару команд через ADB, например ADB Reboot Bootloader. Это команда переводить телефон в режим Fastboot. Например, на Xiaomi Mi 1 Fastboot выглядит таким вот образом, где выскакивает зайчик с Android. Для того, чтобы, например, выйти из Fastboot вводим команду Fastboot reboot и вводим ее в окошко PowerShell. После того, как мы ее ввели, телефон выйдет из режима Fastboot. Альтернатива, кстати, этому на устройствах Xiaomi можно зажать нижнюю клавишу громкости и клавишу питания. В этом видео я показал, как установить ADB драйвера на компьютер и мы установили первичную связь между телефоном и компьютером через ADB. Также для вашего удобства я оставлю в файле в описании под видео все популярные команды для ADB, чтобы вам не приходилось их искать в интернете. В следующем видео я покажу, как установить кастомное рекавери, а конкретно TWRP, а также мы получим рут права на наш андроид телефон через Magisk Manager. Так что, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, чтобы не пропустить следующие видео и дожидайтесь новых выпусков Android ClickBest и других видео про электронику, технологии и тому подобное. Ну а я пойду, всем удачи, всем пока.